Слава нашему Богу, дорогая церковь! Присаживайтесь, пожалуйста. Я очень рада видеть каждого из вас. Сегодня моя проповедь называется «Стабильно радостный». Стабильно радостный. Когда я говорю о радости, это не безудержное веселье или смех. Это такое внутреннее состояние, похоже на хорошее настроение. То есть это хороший настрой. Все будет хорошо. Что бы ты сейчас не проходил, как бы тебе не было сейчас тяжело, все будет хорошо. Давайте мы вместе это скажем. Все будет хорошо. Я хотела назвать вначале свою проповедь «Ты не забыт». А потом поняла, что это только половина того, что я хочу сегодня сказать. Давайте мы начнем с того, что прочитаем Божье Слово. В русском переводе это 141-й псалом, в украинском это 142-й псалом. С первого по шестого стих. Давайте мы вместе прочитаем. Повчание Давида, когда он перебывал у печери. Молитва. То есть Давид, он пребывает в пещере, он ганим. Его жизнь угрожает опасность. Он одинок. И вот как он ведет себя в этой пещере. З усих сил я волаю до Господа. Что сил я кричу в молитві до Господа. Виловаю пред ним своє благання. Відкриваю ему свою журбу. Коли знемагає у мені мій дух, ти знаєш мою стежку. На дорозі, якою я ходжу, розставили на мене пастку. Дивлюся праворуч і бачу. Нема нікого, хто на мене звернув би увагу. Нікуди мені диватись. І нема того, хто потурбувався би про мене. Тоді я заволав до тебе Господи. І сказав, ти мій притулок, моя доля на землі живих. Я читала этот псалом 31 декабря. Я не знала, що просто так по очереди читала псалмы, дошла до этого. І когда я читала его, братья і сёстры, рядом лежал мобільний телефон, і я слышала, как все время приходят смс. Я не читала їх, вони просто оповещали, що вони приходять. Це люди, які поздравляли мене з наступаючим Новим Годом. Після молитвы я прочла всі ці поздравліни. І знаєте, навірно, на этом контрасте я дуже остро ощутила, що тоді переживав Давид. Він говорит, «Ні одні одного чоловіка, хто вспомнил би обо мене. Ні одні одного чоловіка, хто позаботился би чи пожелав би мене добра». Єсь такий перевод Библии, в якому написано, «Моя жизнь никому не нужна». Вот, що тоді переживав Давид. Он дуже сильно страдал из-за того, що не було того дружеского участья в його життя, нікакої симпатії. І тому він дуже одиноким себе чувствував. І що ж це, к чому це сподвигло Давида? Написано, що він, «из усих сил я волаю до Господа, що силу я кричу в молитве до Господа». Коли людей не було рідом, і нікого не було, хто мог би участвувати в його житті, написано, що він от цього одиночества кричав к Богу і понимав, «Только Бог, його единственный друг, який його видит, який слухав, який його розуміє. І знаєте, що я поняла після цієї молитви 31 декабря, братья ісістері? Що якщо у мене є хоча б один людина, який обо мене помнят, хоча б один людина, який може мені сказати добре слово, який мені перезвонити, знай, як у мене діла, це велике благословення такого чоловіка мати. Тому що ми читаємо, що є люди, які не мали цього, на якомусь цьому етапі в житті він цього не мав, він дуже із цього страдав. Я також вспомнила об Іові, коли этот человек, достойний человек, лишився всього імущества, лишився дітей, лишився здоров'я, і ті люди, які були йому близькі, вони забыли о нём. Написано, що окружаючі показували пальцем на Іова, вони сміялись, вони называли його грешником, которого постигла такая участь, і він дуже сильно страдав. І знаєте, чим заканчується книга Іова? Ну, це уникально, це показується сердце людей окружаючих. Написано, що коли Бог благословив Іова в два раза більше, що він имел, написано, «Вспомнили о нём, і прийшли к нему все братья його, все сёстры його, все знакомі його, і начали підтримувати його, і начали тужити вместе с ним, і даже подарили ему подарки». Це після того, як Бог вже його благословив. «А де ж ви були, коли було так тяжело, коли я чувствував себе таким одиноким і непонятим?» Вот тогда цих людей рядом не було. Я також читала про, і ви читали про Іосифа, которого ще подросткам братья із-за зависти продали в рабство. І знаєте, цей человек, як він чувствував себе, оторваний від семьи, від родних, і коли він був в цьому в цьому рабстві, знаєте, він думав, «А де ж отец? Почему отец не торопиться выручить меня?» А он же не знал, що братья сказали отцу, що його розсерзав дікий зверь, тому отец його не іщет. А он же об цьому не знає, і він чувствував таким себе одиноким в цьому рабстві. Дорогі братья і сістры, ці люди, вони чувствували себе одинокими, вони думали, що вони забыты. Возможно, що вони були забыты людьми, але вони не були забыты Богом. І у Бога був план для їх життя. І Бог спеціально допустив в цій життя, щоб вони прошли цей период. О, це дуже сильно впоследстві послужило їм. Бог имел у них намерение. Давид стал царем, Іосиф стал премьер-министром. Ми знаємо, що відбувалося з Іовом. Бог полностью восстановив його життя, і вона стала ще більше благословена. Дорогі братья і сістры, можливо, хтось цей сегодня чувствує себе одиноким, і він чувствує, що його життя никому не нужна, його не понимають. Дорогі братья і сістры, будемо смотреть на пример тех людей в Библии, які це проходили, і видіти конец їх. Бог специально допускає в нашій жизни моменты, вони можуть бути болезненими, але вони служат нам во благо. Я хочу прочесть ще одне місто з Библии і поделиться відкровенням. Це притча 14 глава, 10 стих. Я читала це, і знаєте, ось потім допомогло то, о чому вже говорили з вами. Оно звучить так. Сердце знає горе души своєй, і в радість його не вмішається чужой. А смотрите, як це звучить в українській Біблії. Лише серце розуміє власну гіркуту. Так само і його радості належним чином не поділяє ніхто чужий. Братья і сістры, я коли прочитала це місто, знаєте, у мене вдруг прийшло ясне і чітке понімання. Знаєте, є відкровення, які вдохновляють нас, всіляють в нас какую-то радість, а є ті, які об'яснюють нам такі речі, і ми, розуміє їх, не задаємся лишний раз вопросом, а почему це со мною произошло? Що я зробив не так? Біблія учит нас, що ніхто і ніколи із людей по-настоящому не поймёт ні нашої радості, ні нашого горя. Це не тільки в нашій житті происходит. Етому місту вже три тисячі лет ці притчі написані. Це було тоді, це є сейчас і буде всігда. Ніхто із людей должным образом ніколи не поймёт по-настоящому ні нашої радості, ні нашої горести. І не тому, що вони плохі, вони просто другие, братья і сёстры. Вони другие, вони по-другому мислят, вони по-другому чувствують, вони по-другому думають. Це не тому, що вони мають нам какое-то зло, вони просто другие. І коли я це зрозуміла, знаєте, перестала заморачиватися. Хто-то мене зараз понимає тобі відноситься так, а завтра вони будуть відноситися к тебе по-другому. Але є Тоді, Который сто процентов любить Тебя, знає Тебя, помніть о Тебе і ніколи-нікога Тебя не брося, ніколи не покинет. І я хочу сьогодні поделиться тремя советами, важними советами. А как нам быть стабильно-радостным? Когда я говорю стабильно-радостным, то я подразумеваю не время от времени, а как максимально приблизиться вот к этому состоянию стабильной радости, такого внутреннего удовлетворения. Да, будуть разные моменты, я говорю максимально приблизиться к этому. Я хочу дать первый совет на основании того, что мы сегодня с вами уже говорили. Не обижайся, если тебя не понимают. Дорогой друг, прими для себя это как понимание от Бога. Не обижайся, если тебя люди не понимают. А если же ты обиделся и сейчас из-за этого переживаешь или чувствуешь эту боль от непонимания, прими решение прости этих людей, сделай себе услугу, прости этих людей, освободи свое сердце. Я вам приведу сейчас пример, который показывает, что иногда мы думаем, что о нас кто-то так думает, а человек, он не думает так. Знаете, а чаще всего он вообще о нас не думает. А вот мы думаем, что он так обо мне думает. И вот я вам приведу пример. Несколько лет назад я поздравляю людей с днем рождения и звоню одному брату и говорю, брат, я вас поздравляю с днем рождения. Он говорит, спасибо за поздравление, но я хочу вам сказать, я уже долгое время на вас обижаюсь. Я думаю, за что? Я точно помню, что никогда не было ни конфликта у нас, ну никогда ничего не было. Я говорю, брат, скажите, а за что вы на меня обижаетесь? Он говорит, вы знаете, вы недавно прошли в церкви, вы со мной не поздоровались. А мне тогда так тяжело было на сердце, я так ждал, что вы поучаствуете в моей жизни. Я говорю, брат драгоценный, я вас не видела. Если б я знала, что вы там сидите, я вас увидела, я бы обязательно с вами поздоровалась. А если б я знала, что вам тяжело, я бы постаралась вас чем-то утешить, я вас не видела. Он говорит, точно вы меня не видели? Я говорю, нет. А я думал, что вы специально прошли мимо. Дорогие братья и сестры, вот так в нашей жизни бывает. Я думаю, что он обо мне так думает, а человек не думал. Он ничего плохого не хотел сделать или сказать. Он просто другой, он тебя просто не понял. Поэтому, дорогой друг, очень часто и мы не понимаем других людей, и мы даже не замечаем того, что мы кого-то не поняли. И я хочу сегодня первый сделать призыв. Если мы хотим максимально приблизиться к состоянию радости, то мы должны принять для себя это установление, и установку от Бога. Не обижаться, если люди меня не понимают. Аминь, братья и сестры. Самое главное, прими решение. Прими решение не обижаться. А если вдруг закрало что-то в сердце, простить и отпустить этого человека. Второе, это приближайся к Богу. Второй совет, это приближайся к Богу. Что бы ни произошло в твоей жизни, приближайся к Богу. Мы говорили, что никто из людей до конца не поймет ни твоей радости, ни горе. Но Иисус Христос до конца ее поймет. Поэтому, если у тебя есть радость, делись с ней радостью. У тебя есть горесть, делись с Иисусом горестью. Пусть все, что происходит в твоей жизни, и доброе, и зло, и радостное, и трудное, приближат тебя к Богу. Я вам хочу сейчас привести пример. Когда только начиналась моя крестьянская жизнь, я скажу вам, у меня было очень много скорбей. Вот с самого начала, когда я так встала на такую дорогу трудную, где Бог закалял меня, укреплял меня, учил меня бороться, сражаться, побеждать. Вот так вот было с самого начала. И вот помню, что в один из таких дней очень похоже на то, что чувствовал Давид. Мне казалось, что моя жизнь никому не нужна. Вот как будто бы все люди о тебе забыли. У вас никогда не бывает такого? Кажется, что ну все люди о тебе забыли. Ты так ждал их участия. Ты так ждал от них доброго слова, но они вдруг о тебе забыли. Вот как раз на тот момент у меня было такое состояние. И я тогда смотрела кассету, тогда еще были видеокассеты. И шла просто проповедь, а в конце рекламировали книгу. Эта книга была о том, что христиане в своей жизни проходят пустыни. Пустыни — это такие трудные времена. И как из этих пустынь достойно выйти? У меня тогда было такое состояние, я бросила все и побежала в церковь, чтобы купить эту книгу. Я приобрела эту книгу и пришла домой, прочитала ее. И знаете, я получила освобождение. Знаете, от чего освобождение получила? Я не могу сказать, что трудности прошли. Братья и сестры, я поняла, почему они в моей жизни происходят. И уже от этого знания ты получаешь свободу. Ты не мучаешься какими-то вопросами непонятными. Почему? За что? Что не так? Ты понимаешь, что это. И вот там было описано, что одна из пустынь, которую мы проходим время от времени, это пустыня одиночества. Вот как будто бы специально все люди о тебе забывают Бог так допускать в твоей жизни. Но не для того, чтобы тебя сломить, не для того, чтобы ты разочаровался в жизни, а для того, чтобы ты понял, люди, они сегодня вот такие, а завтра другие. Но Бог, Он постоянный. Бог, Он постоянно верный. Он никогда, никогда не будет такого, что ты придешь, будешь искать Его, Он тебя отвергнет. То есть эта пустыня одиночества существует только для того, чтобы ты в любой ситуации бежал к Богу, укоренялся в Нем, искал Его, учился отношением с Ним, и тогда ты становишься непокоребимым, твердым, зрелым христианином. И поэтому, братья и сестры, пустынь в моей жизни после этого было еще вот столько. Но я уже знала, как мне реагировать. Я знала, что не нужно задавать лишних вопросов. Нужно просто бежать к Богу. И как здесь Давид говорил, я изо всей силы кричу к Богу. Я валаю до Бога. Я шукаю Бога. И Бог написано, Он укреплял, Он утверждал, Он укоренял человека. Поэтому, дорогой друг, знай цель любой пустыни, которую ты проходишь. И даже если все люди тебя забыли, и даже если никому нет до тебя дела, знай, это не для того, чтобы тебя погубить, а для того, чтобы тебя укоренить в Боге. Аминь, братья и сестры. Мы должны это знать и понимать, и правильно реагировать. И третье, что очень важно, мой совет, вот как быть стабильно радостным. Братья и сестры, это совет на все времена. Он называется так, делай добро. Делай добро. Вот такое простое, два слова, делай добро. Я недавно услышала, одна сестричка, буквально пару недель назад мы собрались на домашней церкви, мы рассказывали о том, как прошел Новый год. И знаете, она рассказала такое интересное свидетельство. Она говорит, что ее соседи, она живет в общежитии, вообще враждебно настроены. Не только против нее, друг против друга. Вот такое вот отношение друг к другу и к ней. Хотя она не сделала никому абсолютно никакого зла. Ни одного злого слова не сказала. Ну вот такое отношение людей. Ей было очень неприятно. Она из-за этого очень страдала. И она говорит, вот я решила в канун Нового года победить себя. Вот победить зло добром. И их зло добром победить. И она говорит, я купила открыточки, и каждому с Новым годом подписала открытку, каждому из них зашла, поздравила их, кого встречала в коридоре, я говорила, пусть Господь благословит вас в этом Новом году, даст вам мир, даст вам радость, даст здоровье. Вы знаете, люди, они были шокированы вот ее таким поведением. Одна из них сказала, если бы ты знала, что ты сейчас сделала, то есть, значит, такое что-то сделала, просто доброе слово сказала, для кого-то ты такое сделала. И она говорит, когда я зашла к себе в комнату, я пережила такую неземную радость, нереально, просто сердце наполнено с такой радостью. Отчего? Ты просто кому-то сказал доброе слово. И это добро, оно прошло через тебя, оно исцелило твою душу. И я вспомнила, как когда-то был у меня в жизни несколько лет назад такой случай. Я скажу так, я не склонный к унынию человек, но как у любого другого человека в жизни бывают разные периоды, лишь бы они не затягивались долго, я хочу вам посоветовать. И вот в один из таких периодов, я помню, я молилась к Богу, и сказала, «Боже, мне так тяжело на душе, Господи, мне бы так хотелось, чтобы хоть один человек вспомнил обо мне и сказал мне доброе слово». Знаете, что я услышала от Бога? Он сказал мне, «А ты кому-то скажи доброе слово, получишь доброе слово в ответ». Честно скажу, когда у тебя такое состояние души, очень нелегко поступить по совету вот такому Богу. Хочется где-то уединиться, хочется закрыться, хочется там жалеть себя, страдать и так дальше. А тут вот надо такое переступить через себя. Это решение, но я решила все-таки сделать так. Хоть чувства, они об этом не говорили, это было решение. Я набрала нескольких людей по телефону, и я сказала, «Знаешь, я так благодарен Богу за то, что ты есть. Ты такой чудесный, такой прекрасный человек». А некоторым я даже купила фрукты, те, которые ближе ко мне жили. Я зашла к людям, и я сказала, «Знаешь, я так благодарна, что ты есть в моей жизни». Братья и сестры, если бы вы знали, сколько добрых слов в тот день я выслушала в свой адрес. Люди говорили мне, «А если бы вы знали, как мы вас ценим, какое благословение вы для нас, вы такая, сколько комплиментов, в свой адрес, я давным-давно не слышала. Если бы я не сказала эти добрые слова людям, я бы их, возможно, и не услышала в ближайшее время. Ну, разве что когда-нибудь, может быть, на день рождения. И я тогда для себя, братья и сестры, поняла этот важный принцип. Хочешь добра, делай добро. Это принцип на все времена. Делай добро, и ты получишь добро в ответ. Это то, что поможет тебе поднять настроение. Ты можешь сам себе поднять настроение. Ты чувствуешь, что уже уныние закралось в сердце, какое-то, ну, такие вот, знаете, такое состояние уныния. Что нужно делать? Просто скажи кому-то доброе слово. Сделай кому-то добро. А хочешь, чтобы эта радость была у тебя на каждый день? Делай добро каждый день. И ты будешь радостным каждый день. Аминь, братья и сестры. Так говорит Библия. Знаете, что говорит Библия? Радость человеку, благотворительность его. Радость человеку, его благотворительность. Ты делай благо другими, радость будет наполнять твое сердце. Это Божьи принципы, они неизменные. А я думаю, а если бы я Бога не послушалась, я бы так бы и пребывала дальше в унынии, в скорби. Но послушал Бога, переступил через себя. И Божья радость наполнила твое сердце. Я хочу сейчас поделиться откровением. Будем иметь молитву. Музыкант, пройдите, пожалуйста. Я хочу, чтобы мы могли сейчас прочесть стих Филиппийцам, 2 глава, 4 по 8 стих. Филиппийцам 2, 4, 8. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Братья и сестры, забота не о себе, о других – это чувствование Иисуса. Вот какой был Иисус? Вот именно такой. Не о себе, а о других – забота. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением, быть равным Богу. Не почитал хищением – это значит посягательством на чужое. Когда Иисус говорил, что Он Бог, Он не посягал на чужое, Он действительно Бог. Но Он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти, смерти крестной. Знаете, что говорит Библия? Братья и сестры, мы иногда слышим такое выражение – «Ты не был в моей шкуре». То есть, другими словами, «Ты меня не понимаешь, ты не был в моей ситуации. Богатый, бедному не товарищ, здоровый, больному не товарищ, ты не был в моей шкуре». Но Иисус был в шкуре человеческой. Написано, что Он, Божий Сын, оставил небо, облег на Себя человеческую плоть. И в этой шкуре человеческой Он явил Себя миру. И написано, Он все претерпел, все прошел по этой земле. И страдания, и отвержения, и предательства, и непонимания, Он все это претерпел. И теперь написано, Он может помочь каждому из нас, потому что Он на 100% понимает нас. Люди забыли тебя, Бог не забыл. Люди не понимают тебя, Он тебя понимает. Но знаете, как звучит этот стих Филиппицам 2.4? Филиппицам 2.4 «Не о себе только каждый заботится, но каждый о других», как он звучит в греческом оригинальном переводе. «Не самих себя каждый рассматривающие, но других». Братья и сестры, это оригинальная Библия, греческий перевод говорит, «Не других, не себя каждый рассматривающие, но других». Вот чувство вани Иисуса Христа. И знаете, братья и сестры, очень много проблем в жизни человека, когда он начинает себя рассматривать. То есть, он на себе зацикливается. Это чаще всего причина всех депрессий и уныния, когда человек зациклен на себе. То есть, он или жалеет себя, или наоборот, винит и корит себя, и он думает, думает, варит это в себе. А знаете, что говорит Библия? Освободись. Знаете, в чем звучит мое откровение? Не себя рассматривай, а других. Только рассматривай не с целью, что-то найти в нем не так, а рассматривай с целью, а как я могу помочь ему, сделать ему добро? Как я могу сделать добро этому человеку? Только в этом случае его рассматривай. И тогда, дорогой друг, Божья радость, она будет в твоем сердце. Эти Божьи чувствования, они будут в твоем сердце. Не будет там ни уныния, не будет там ни отчаяния, а даже если они постучатся в твое сердце, ты будешь знать, как с этим справиться. Давайте мы сейчас поднимемся. Дорогой друг, делай добро, и ты увидишь радость в своей жизни, рассматривай других людей. И я бы хотела, чтобы мы могли сейчас свершить молитву. Возможно, ты испытываешь радость. Давайте мы придем к тому, кто понимает нашу радость, как никто другой. Скажи Богу спасибо за ту радость. Скажи Богу спасибо за тех людей, которые понимают тебя, которые рядом с тобой, которые могут хоть одно доброе слово тебе сказать. Скажи Богу спасибо, это же благословение для тебя, ты богач. Но если же сегодня в твоем сердце боль от непонимания, боль от одиночества, Бог хочет исцелить твое сердце. Но знаешь, что ты сделаешь? Прости этих людей. Если ты их не простишь, не придет исцеление. Не придет исцеление. В этом случае исцеление приходит только через прощение. Ты просто пойми, что эти люди другие, они не хотят тебе зла. Они тебя не понимают, потому что они по-другому мыслят. Прости этих людей и благослови этих людей. И получи ты свое исцеление. Если же это есть у тебя, положи руку на сердце, положи руку на свою душу и пусть Иисус Христос, который исцеляет душевные раны, Он сегодня исцелит твою душу, твое сердце. Но ты прости и благослови. Давайте мы сейчас придем к тому, кто понимает нас. Дорогой Господь и Бог, как мы тебе благодарны, Иисус, что ты пришел на эту землю в образе человека. Господь, ты облегся в человеческую плоть и ты пришел, Господь, как обыкновенный человек, чтобы послужить каждому из нас. Мы тебе очень сильно за это благодарны. Мы благодарны тебе за каждого человека, которому есть до нас дело, который может сказать нам доброе слово, позвонить нам, вспомнить о нас. Мы тебя благодарим, Господь. Это великое для нас благословение. Господь Иисус, но я сейчас молю тебя также о тех людях, которые переживают боль от одиночества, непонимания. Я сегодня этих людей благословляю. Господь, пусть придет прощение, пусть придет благословение, и пусть уйдет всякое уныние, всякий страх, всякая депрессия, пусть она покинет и наполнит мир, и наполнит радость. Господь, я сегодня благословляю Твой народ, пусть радость от Бога придет в сердце. Мир и радость. Дорогой Господь, мы сегодня благословляем всех наших обидчиков. Мы сегодня благословляем всех, кто нас окружает, наших ближних, которые порой нас не замечают, Господь. И мы сегодня понимаем, когда нам одиноко, у нас есть Ты, Боже. У нас есть Ты, вечный и неизменный Бог. И мы Тебя за это благодарим всем сердцем. И сегодня, Господь Иисус Христос, мы понимаем, какое сокровище мы имеем в Твоем лице. Благодарим Тебя за это, Господь. Пусть придет душевное исцеление. Пусть душа сейчас выйдет на свободу, Господь. Пусть сейчас разум освободится от этих негативных мыслей. Пусть сейчас уйдет это чувство вины, которое так мучает. Господь драгоценный, пусть сейчас этот дух саможалости покинет человека во имя Иисуса Христа. Пусть откроются глаза, чтобы он мог увидеть не себя, а других людей. Господь, помоги, благослови сейчас твое избавление во имя Иисуса Христа. Пусть это извращение, которое дьявол навязал, оно покинет во имя Иисуса Христа. И придет свобода, и придет Господь. Плечи расправятся, голова поднимется во имя Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, что можем прийти к Тебе с нашими нуждами. И просим, благослови наши семьи, благослови наше здоровье, благослови наши дома, благослови наши работы, наш бизнес. Благослови, Господь, помоги выйти из всех долгов. Благослови, Господь, наших родных и близких, чтобы спаслись. Благослови, чтобы мир пришел в семью. Благослови нас, Господи. И помоги нам прямыми ногами идти за Тобою, Господь. И не свернуть ни вправо, ни влево с Твоего пути. А Тебе за все единому да будет слава. Во имя Иисуса. Аминь. Я хочу сейчас помолиться вместе с теми людьми, которые сегодня пришли к нам первый раз. Бог любит вас. Он ради вас пошел на Голговский крест, чтобы искупить вас и дать вам спасение. Если вы еще не молились никогда молитву покаяния, может быть, вы были с Богом, но вы отступили, я прошу вас, помолите сейчас вместе со мной, там, на своих местах. Если вы есть такие, пожалуйста, поднимите руку, чтобы я могла видеть, с кем я молюсь. Просто там, где вы есть, поднимите, я вижу вашу руку. Слава Богу, я вижу вашу руку. Повторите вместе со мной слова этой молитвы. Господь Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса Христа. Я осознаю, что я грешный человек. Прости мне мои грехи. Иисус, войди в мое сердце, как Господь и Спаситель. Я принимаю Тебя и благодарю Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Мы вас поздравляем. И хотим сказать, что не уходите, пожалуйста. После служения подойдите сюда вперед. Наши служители познакомятся с вами, вручат вам Евангелие, вручат вам подарок, подарок книгу нашего старшего пастыря. И да благословит вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!